алкмена это мать кого за эти месяцы а где-то почти год наш самый бывший умный казахадиль как я вижу немножечко по тупел потупел добрый вечер уважаемые телерадиознаки знатоки меня зовут евгений ширяев и эта передача допрос за бабос передача в которой я задаю людям простые вопросы и за правильные ответы плачу бабосы молодой человек вот вы волосатый не очень красивый идите сюда узнали как вас зовут один один юрий говорит поближе сюда юрий вы потом познакомитесь с юрием он сейчас смотрит как мы выглядим в кадре где ты был там сам не брал телефон с декабря месяца си его того года заходишь в ватсап смотришь чека не было там месяц два три четыре были мысли разные одна была мысль о том что человек просто помер вторая мысль о том что ну да он театрал и скорее всего он ушел в себя в эту театральную жизнь и чтобы ничего не отвлекало он решил все больше он не будет общаться с со мной нет не так а как по-другому по семейным обстоятельствам я все знаю а вы ничего знать не будете потому что это очень конфиденциальная информация да короче ты был в казахстане и взял академический отпуск по семейным обстоятельствам да с кем не бывает слава богу жив здоров аллилуйя готов ли ты отвечать на вопросы давай попробуем поехали немножко себе всем привет мне 21 уже исполнилось мои достижения стал на один день старше денег сегодня не очень много 100 тысяч рублей нету а один-то написал мне маятинг джек я вот живой здоровый увидел видео где там сотку там кто-то должен был выиграть и сразу же нарисовался алчность победила если ты будешь хорошо отвечать получишь 1000 рублей если хреново 500 рублей король который командовал шведскими войсками в полтавской битве подобрал вопрос напоминаю самый умный казах на этой планете который когда-либо был в этой передаче уже не умный король пусть это будет какой-нибудь карл король карл король королев карлов было много карл двенадцатый двенадцатый это браво это молодец из какой поэмы гоголя крылатая фраза какой же русский не любит быстрой езды еще раз добрый вечер так давай типа кому на руси жить хорошо это вроде некрасов ну ладно я не знаю кому на руси жить хорошо пусть будет может быть все я не отвечу больше лучше за эти месяцы а где-то почти год наш самый бывший умный казах адиль как я вижу немножечко по тупел по тупел да это души мертвый душ тысячи рублей а деле уже не получит по делом тебе вот так вот гаситься будешь и хрен чего вот это получишь как называется самец пчелы шмель пчел еще одна подсказка тот человек который не любит работать трутень да какое наречие тонкая рифма к слову вновь повтори вопрос какое наречие точная рифма а я сказал тонкая заново какое наречие точная рифма к слову любовь 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 ты же ответ сказал только что вновь любовь вновь 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 сказал вновь ты в головной вновь еще одна подсказка какая страна имеет девиз свобода равенство братства франция брааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Когда вы увидите на моих видосах по миллион просмотров, вот тогда я буду давать по полторы тысячи рублей. А сейчас, блядь, пятихатка. Они думают, я миллионер. Зануда редкостная. Ненавижу зануд, которые смотрят эти видосы. Немножко о себе. Люди спрашивают, где Адиль, где Адиль, где Адиль. В комментариях, где Адиль. Ну, поговори ты с людьми-то, которые тебя любят, соскучились по тебе. Так, я Адиль, мне 21 год уже исполнился. Стал на один день старше. Вот он стою. Казанский собор, Невский проспект, самое сердце мира. Передай привет кому-нибудь. Привет Егору. Спасибо, друг. Это твоя пятихатка. Никуда не уходи, ибо сейчас у нас будет участник Юрий. А потом у вас будет баттл друг с другом. Окей. Все, давайте. Пока посмотри, как мы в кадре выглядим. Я сегодня без оператора Алексея. Юра, в студию! Под музыку идет Юрец. Друзья, у меня есть телеграм, он будет в описании. Это для родных, близких душ, которые подписываются туда, и они в материале. Какой-то кружок запишу. Может быть, когда-нибудь скажу, где снимаю. Может быть, поделюсь каким-то другим контентом, который я делаю для других людей, в которых участвую. Понимаете? Мой телеграм-канал. И на этот канал подписался Юра. Как все было? Расскажи быстро. Это было прекрасно. Это было спонтанно. Как я люблю. Это был экспромт. Ну, как это было? Я сел. Я уже писал в телеграме. Я сел к кучеру Семену на одноколку. Она у нас по-разному выходная, поэтому она опрятная такая. Он меня до железнодорожной станции довез. Там я пересел на паровоз. Это было в Петрозаводске, центр республики Карелия. И этот паровоз благополучно довез меня до Стольного града, некогда Санкт-Петербурга. Я получил массу удовольствия, гуляя по улочкам этого города. И вот еще больше удовольствия от встречи с Евгением и с Адилем, нашим сегодняшним оператором. Юра смотрит мои видосы. Он что-то писал-писал у меня в телеграме под видосами. Я ему написал, что завтра я буду снимать. И Юрец взял и просто и приехал. Всю ночь в поезде мотался, ехал. С утра уже здесь, Юрец здесь. Браво! Это браво! Юрец говорит, что он очень умный человек. Посмотрим. Какое дерево, согласно греческим мифам, выросло после того, как Афина воткнула в землю копье? Я думаю, это самое популярное. И честно, не помню конкретно этот миф. Но я думаю, это самое популярное греческое дерево олива. Оливковое дерево, правильно. Какие яблоки упомянуты в рассказе Ивана Бунина? Видите, видите, мысль, мысль в глазах. Мелькает, мелькает, мерцает. Произведение Бунина. Темный аллей? Так. Сейчас, сейчас, сейчас. Яблоки, яблоки, яблоки. Господи. Честно, я, 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 что-то это, я затупил. С этой подсказкой уже тысячонки не будет. Как жаль. Я приехал. Не за деньгами, это раз. А во-вторых, дай подумать. Яблоки, яблоки. Произведение, яблоки. Яблоки. Какие яблоки, произведение? Райские. Нам нужна подсказка о деле. Одиль, можно тебе... Ты не знаешь? Одиль не знает? Как Чехова зовут? Антон Павлович. Какие яблоки? Антоновка. Какие яблоки? Кислые. Антоновские яблоки. Антоновские кислые. Кого в романе Пушкина убивает Евгений Онегин? Ленского. Как называется музыкальный ансамбль из девяти исполнителей? Нонет. Алкмена. Это мать Кого. Черт. Очень хочется сказать, что твоего любимого Айхиллеса в исполнении были допитаны. Его мать, это нимфа тучи Нефела. Я вижу, ты немножко соображаешь. Чуть-чуть, да. Гомера читал. Здесь гораздо проще. Так, Алкмен. Алкмена. Мужик этот, он известный как бы не понаслышке его имя. Батя у него серьезный чел. Да там, куда ни плюнь. Куда ни плюнь. Что за самый серьезный чел в Древней Греции? Самый серьезный чел. Кто? Не на чел. А, господи, Геракл это же. Привет, это не плюнь. Я хочу сказать спасибо. Спасибо родителям за то, что они в тяжелые годы для этой страны держались на плаву, воспитывали нашу большую семью достойно, честно и вырастили из нас людей. Спасибо учителям, которые тоже старались, делали, оттачивали в нас эти, что они оттачивали? Знания, умения, навыки оттачивали. Спасибо, спасибо всем, кто принимал деятельное участие в моей жизни. Пятихатки у меня нету, но есть Тыщенка, вот держи ее, ты ее заслужил, потому что ты приехал сюда из такой доличьи, просто вот ради того, чтобы поучаствовать в этой передаче, пообниматься немножко. Конечно. Поэтому Адиль-то тоже получил бы Тыщенку, понимаешь, но я все равно немножечко, и, конечно, я не обижаюсь на людей, понимаешь, но непорядочно вот так поступать, братья гаситься, как бы так вот люто Адиль. Вон он стоит, вот это вот смотрит. Я же его тоже люблю, понимаешь, но он мне как сын родной, понимаешь. Все твои сути, телезрители знают это. Ничего, ну, в общем, как бы там ни было, сейчас будет у нас продолжение банкета, мы устроим небольшой батл между тобой и тобой. Адиль, иди сюда, давайте подальше встанем, чтобы нас точно было видно. Вот так вот, сейчас мы замутим, можно тебя, пожалуйста, Юра, сюда, замутим батл между Адильем, нашим любимым человеком из Казахстана, и Юрием, не менее любимым теперь человеком из Карелии. И это видео, друзья, вы увидите на платформе NUM, есть такая платформа NUM, это новая платформа, и я там выкладываю видосы безбожно, и это видео вы увидите только там, оно эксклюзив. У меня возникли проблемы с поиском в NUM твоего портала. Да, все, я все в описании оставлю. Это видео публикуется через день после того, как опубликуется это видео, то есть не сразу, но все равно вы все это увидите на NUM. Все на NUM, в описании есть эта ссылка на эту платформу, на мой канал именно, Telegram тоже есть в описании. Всем мира, счастья, любви, увидимся на NUM через день после того, как вылупится это видео. Everybody, because together. Все, всем пока. Сейчас снимаем продолжение.